Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своём канале. Продолжаем темы, которые связаны с Божественной системой мироздания. И я вновь хочу поговорить о единой информационной базе мира. Только сегодня я это сделаю при помощи схем, для того, чтобы вам было более понятно. Итак, мы с вами, опираясь на Бога духовенные тексты, мы выяснили, что Дух Святой наполняет Вселенную. Эту мысль нам оставил Соломон. Иисус Христос обозначил определённую конкретику. Я в Отце, Отец во мне. Опираясь на эти цитаты, мы приходим к пониманию того, что существует невидимый мир – мир Духа Святого или мир Духовный. Так вот, этот Духовный мир является основой единой информационной базы мира. Что из себя представляет Дух Святой? Мне хочется сегодня поговорить о его природе и хочется поговорить о нашем проявленном мире. Итак, весь мир – это информация. Куда бы вы ни глянули, о чём бы вы ни думали, что бы вы ни говорили, любой предмет творения или любое творение живого мира или мира живой природы и объект неживой природы – всё есть информация и в духовном мире и в плотном физическом мире. Вся информация делится на видимую информацию и невидимую информацию. Видимая информация – это та информация, которую мы воспринимаем визуально, то есть при помощи органов зрения. Понятно, что духовный мир или тонкий мир мы не видим. И поэтому вся информация, которая относится к невидимому миру тонкого уровня, она нами трудновоспринимаема. Но представьте, что мы с вами биологический компьютер. В нашем физическом мире компьютеры работают за счёт системы интернет. Так вот, наш биологический компьютер работает за счёт системы Святого Духа. Что она из себя представляет, мы сегодня с вами выясним. Информация в нашем проявленном мире, плотном физическом мире делится на видимую, невидимую и видимую при определённых условиях. Давайте начнём с невидимой информации тонкого уровня или духовного плана. Что это за информация? Это информационные поля, поля программы. Помимо этого я вам рассказывала, рассказывала, что это также информационные потоки, которые реализуют данные программы. Эти программы невидимого мира тонкого уровня достаточно разнообразны. Я назову вам только часть программ. Это программы сотворения, программы контроля, программы эволюционирования мира, программы перевоплощения и другие программы. Итак, невидимый мир тонкого уровня или духовный мир состоит из невидимой информации, которая представлена программами, информационными программами. Смотрим дальше. Теперь давайте поговорим о нашем физическом проявленном мире. Информация на плотном уровне или в нашем физическом мире также делится на видимую и невидимую. Видимая часть информации воспринимается через органы зрения. Конечно, я перечислю только часть видов информации. Мы видим с вами свет, мы видим цвет, мы видим форму предметов или объектов во Вселенной, мы видим размеры, объемы в пределах возможного, мы видим видимые клетки нашего тела, мы видим наш фенотип или внешний вид и внешний вид всех других предметов или объектов, которые существуют в проявленном мире. Мы видим видимые органы и системы, это все, что касается нашего организма. Я сейчас, конечно же, в первую очередь уделю это время той информации, которая связана с человеком. Мы видим наше проявление в социуме в виде дел, поступков, событийности, поведения, талантов или предназначения. Это все является информацией. Мы видим проявление эмоций, чувств, интеллекта. Мы наблюдаем жизненный интервал того или иного объекта во Вселенной. Все живые существа включают в этот временной интервал время рождения, время жизни и время смерти или время перехода на иной уровень информации. Это вот только часть той видимой информации, которую я обозначила. Поскольку мир, видимый мир, достаточно многообразен. Смотрим дальше. В физическом нашем проявленном плотном мире есть еще и невидимая часть информации, о которой мы часто не задумываемся. Ну, например, мы же не видим звуки, но мы их слышим. Причем слышим не весь диапазон. Есть низкочастотные звуки, высокочастотные звуки, которые не воспринимает наш слуховой аппарат. Мы не видим запахи, но мы их чувствуем, поскольку у нас есть уровни обоняния. Мы тактильно воспринимаем многую информацию, поскольку у нас есть органы осязания. Безусловно, к невидимой части информации о человеке относится атомарный состав, то есть состав атомов нашего организма, молекулярный состав, то есть состав молекул, наш генотип или наша наследственная информация, которая в первую очередь, конечно же, проявляется в молекуле ДНК. Мы не видим наш химический состав, мы не видим химические реакции, которые происходят в организме, мы не видим клеточный состав внутренних органов и тканей, мы не видим их строения и работу систем органов, мы не видим наши внутренние органы и системы, но у нас есть представление о них, поскольку, когда мы исследуем в этом направлении наш организм, то у нас появляются определенные знания. Мы не видим наш гормональный фон, мы не видим физиологические процессы, мы не видим скрытые эмоции и чувства. Часть интеллекта мы, конечно же, видим как проявление наших действий в социуме, но есть интеллект, который остается неопознанным, и мы ничего не можем сказать в отношении другого индивидуума о его уровне. Мы не видим энергетическую систему чакр, не видим ее связь с энергетическими чашами и телами тонкого плана, то есть это все информация, которая нами практически не воспринимается, но она присутствует. Итак, работаем дальше. Все в мире есть информация. Она делится на видимую и невидимую. Что такое информация? Информация – это различные формы материи в зависимости от функциональности и местонахождения в мире, поскольку часть информации у нас относится к тонкому плану, а часть – к физическому проявленному миру. Итак, информация в тонком духовном мире и плотном физическом – это различные формы материи, несущие определенный энергетический потенциал и различную природу энергии. Итак, Божественная система мироздания представлена единой информационной базой мира. Дух Святой является информацией, представленной на тонком уровне. Любая информация есть материя или определенная форма материи, которая несет энергетический потенциал или энергию определенной природы. Об этом с вами поговорим отдельно. На этом все. Всего вам доброго. До следующих встреч. Вот эти схемы будут у меня на страницах в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках и в сообществе на YouTube-канале. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok